В Нью-Йорке сегодня состоялась премьера спектакля Казанова «Вариации Джакома». Что общего у Джона Малковича и суперобольстителя, выясняла Юлия Райдлер. Театральное лето в Нью-Йорке началось с самой горячей премьеры сезона. На сцене Сити-центра бурлит страсть, любовь, поэзия и музыка. Любовник и целитель женских душ Казанова. Вокруг его имени до сих пор ходит множество легенд. Свою версию и интерпретацию жизни самого великого соблазнителя женщин представили актеры Джон Малкович и Ингеборга Дабкунаете. Накануне нью-йоркской премьеры спектакля «Казанова или вариации Джакома» состоялась пресс-конференция, на которой исполнитель главной роли Джон Малкович рассказал о спектакле и насколько ему лично близок образ Казановы. Зрители прекрасно помнят, что Джон Малкович уже был замечен в опасных связях. В нажумевшем фильме он сыграл рокового соблазнителя. Однако актер не проводит параллелей и не сравнивает эту роль лично с собой и с Казановой. Я не воспринимаю очень персонально образ Казановы. Однако мне нравится этот герой. Он был хорошим писателем и спектакль базируется на его мемуарах. Я получаю удовольствие, играя эту роль. Джон Малкович не может не получать удовольствия, ведь его партнерша по сцене – очаровательная Ингеборга Дабкунайте, с которой у них достаточно много совместных откровенных сцен. Джон и Ингеборга знакомы более 20 лет. Они участвовали вместе в 8 проектах. И, как иронично подметил Джон Малкович, Ингеборга Дабкунайте – совсем не русская актриса. Режиссер и сценарист спектакля – австриец Михаэль Штурмингер. Он хорошо известен в Европе и много работал с оперными театрами Вены, Цюриха, Кёльна. Его Казанова – это в первую очередь философ, который на протяжении спектакля делится своими взглядами на жизнь, на любовь. Я думаю, что он один из самых интересных персонажей, который когда-либо жил. Не только потому, что у него было много женщин, а потому, что он был всесторонне развитой личностью. Спектакль Казанова или вариации Джакома – это смешение двух искусств – оперного и драматического. Рядом с актерами мирового уровня в спектакле заняты певцы Венской оперы и Венский академический оркестр под управлением Мартина Хайзельбёка. Музыка в этом спектакле – это лучшие оперы Моцарта. Вы сможете услышать здесь три арии, собранные вместе в новом контексте. Показ спектакля Казанова или вариации Джакома пройдёт в Нью-Йорке до 2 июня в рамках фестиваля «Вишнёвый сад». Для нас самое важное – это уникальность проекта, это его качество, это что-то, что может действительно привлечь внимание. Образ Казановы всегда будет интересен зрителям, ведь именно в нём есть та притягательная сила, которая влечёт женщин и заставляет подражать ему мужчин. Любовные истории Казанова завершились к 40 годам. Именно тогда он встретил женщину, в которую беззаветно влюбился. Именно с ней он прожил до конца своих дней. Юлия Райдлер, Ави Абрамов, Марат Носибулин, НТВ Америка, Нью-Йорк. В столице.